Здарова, дорогие друзья! Вы находитесь на канале, посвященном переезду в Канаду. У меня в руках газета «Русская Торонто» от 28 мая 2021 года. В данной газете моя статья опубликована, которую вы можете, в принципе, посмотреть в интернете. И перечитывая данную газету, я понял, каким образом вам можно помочь найти работу в Канаде. Да, мы уже все с вами смотрим сайты по поиску работы, мы ищем работу на форумах, но мы еще с вами не искали работу в русскоязычных газетах Канады. И сегодняшний ролик вам покажет о том, что это очень легко делается. И самое интересное, сейчас ты меня спросишь, дорогой подписчик, а я-то что, газета-то у тебя? Ты же можешь газету получить, а я-то СНГ, все дела, и мне до газеты-то каким образом добраться? Не волнуйся, дорогой мой подписчик, я тебе сегодня расскажу, как тебе еще в электронном виде всю эту газету прочитать и еще много-много других газет тоже прочитать. В общем, ребяточки, сегодня ролик посвящен тому, какие вакансии сейчас на рынке труда можно найти в абсолютно бесплатной газете, русскоязычной газете Канадцев. Поехали! Начнем с первой очереди с чего? С того, что ты сейчас, мой дорогой подписчик, можешь сказать, не, Вань, все это фигня, переделывай, здесь нету вакансий именно с LMAE. Я специально нашел, даже есть несколько вакансий, где четко указано, что есть LMAE, оценка рынка труда. То есть они готовы приглашать себе сотрудников за рубежа. В общем, сейчас мы будем с вами разбираться плюс-минус 12 вакансий, которые вы можете найти просто в одной газете, а газет очень много. Там есть контакты, там есть email, там есть куда писать резюме, куда слать резюме, куда звонить. Все это есть и самое интересное, все это на русском языке и все это на территории провинции Онтарио, в частности в городе Торонто. Опять же, есть газеты Монреаля, есть газеты Ванкувера, и везде это вы все можете посмотреть в интернете абсолютно бесплатно и попытаться себе найти там работу тоже. Я не говорю, что это прям последний вообще вариант, который вы можете рассматривать, но это как один дополнительный из вариантов поиска работы, в принципе, ничего. Начнем с первой вакансии. Четко написано, компания требуется, компании требуется помощник сварщика или сварщик с опытом работы по металлу район Этобика. Номер телефона я замазал, название компании я оставил, ничего здесь страшного не вижу, вы все равно сейчас сами найдете, я вам расскажу, как это делается. Вот первая вакансия, в принципе, почему бы и нет. Ну ладно, ты сейчас, мой дорогой подписчик, спросишь, а что там с работодателями с Алмаэйт, а что, они что, готовы принимать меня на работу или нет? Вот вам пример. Ты сейчас видишь на экране. Срочно требуется три водителя грузчика-дальнобойщика, требования права Европы, опыт минимум год, способность поднимать до 30 килограмм, хороший разговор на английский и пунктуальность. Оплата от 4,5 тысяч долларов до 7,5 тысяч долларов в месяц чистыми. Пересмотр ЗРП каждые 4 месяца. Внимание! Оформление Work Permit на 1-2 года Алмаэйт с возможностью иммиграции. Предлагаем новые грузовики Volvo 2020 года, дружный коллектив. Один месяц отпуска в году, возможность находиться дома 7-10 дней в месяц. Ну и тут контактные данные, которые я затернул, вы можете их найти, я расскажу, как это делается. Вот вам пример того, что вы спокойно ищут себе сотрудника из-за рубежа в газете русскоязычных для канадцев. Ну, русскоязычных канадцев. Потрясающая логика, но вот такая ситуация тоже есть, поэтому я рекомендую ознакомливаться с этими газетами тоже. Поехали дальше. Следующее. Требуется, значит, электрик. Всякое... Короче, ремонт и строительная компания нужны рабочие с опытом работы и собственными инструментами. Оплата различными формами и контактные данные. Вот вы сейчас видите на экране название профессии. Если вы в эти профессии входите, мне в лом их читать, то вы, в принципе, можете тоже туда обратиться. Мне очень нравится оплата различных формах. Это означает то, что даже если у тебя нет легального статуса на территории Канады, то, возможно, они найдут решение твоей проблемы. Едем дальше. Следующее. Вот это мне тоже понравилось. Это огромный такой кусок листа. В бетонную компанию требуются специалисты. На позиции рабочие по установке бетонных полов с опытом работы в бетоне, геодезисты, знания автокад, опыт работы в строительстве, плотники, опа... О, господи, опа, лупщики, арматурщики, бетонщики. Хорошая зарплата, комфортные условия. Присылайте резюме и имейл. Кстати, дорогой мой подписчик, если ты хочешь искать работу в Канаде, но ты боишься правильно написать самостоятельно резюме, вот здесь вот моя почта, ты ее сейчас видишь на экране, можешь обратиться сюда. И я, короче, тебе могу помочь. Вот сейчас вот здесь где-нибудь сбоку ты увидишь отзывы, которые мне ребята писали, которые, в принципе, у меня обратились, и мы с ними как бы составили резюме, и они нашли работу. Да, они искали долго, да, они искали не быстро. Это было больно, жестко и долго, но они нашли работу, и некоторые из них даже живут сейчас не в Канаде, а уехали, например, в Саудовскую Аравию. У меня такой даже подписчик есть. В общем, если тебе нужно резюме для поиска работы, обращайся вот по этой почте, которую ты сейчас видишь на экране. Поехали дальше. Следующее. Чит четко написано, прям работа, работа, работа. Значит, нужны установщики окна, электрики и тому подобное. Короче, вот, пожалуйста, четко написано на русском языке. Постоянная работа, фуллтайм требуется. Ну и данные. Компания находится в Торонто. Нужно обращаться к Валерию. Пожалуйста. Это все ищется в газетах, это просто вырезки из газеты. Я просто фоткал вам газету и присылал. Здесь ничего сложного нет, а вы сами можете с этим справиться. Поехали дальше. Дальше. В компанию по производству кухонь требуется дизайнер. Один год опыт работы, знание автокада. Примерно 17 долларов в час. Excel и Microsoft пакет должен быть тоже. Водительские права тоже приветствуются. Вот вам вариант тоже. Пожалуйста. Кто говорил, что дизайнеры не могут себе найти работу? Вот, пожалуйста. Вот пример вам. Есть такой. Едем дальше. Вот это мне очень понравилось. Вот это прям вообще потрясающе. Наша компания продолжает развиваться и предлагает новую, улучшенную оплату труда. Требуются водители-трак-драйверы для поездок по Канаде и США. А тут, значит, сбоку. Хочешь стать водителем собственного трака? Никаких проблем. Короче, они тебе и ОУН-оперейтор программу сделают, и что хочешь. Заработная плата от 75 центов за милю. Бла-бла-бла. Получай еще больше удовольствия от своей работы. И тут они рассказывают, какая у них классная работа. Требуются дополнительно диспетчеры. Возможны ежедневные поездки по маршруту Торонто-Лос-Анджелес. Возможны ежедневные поездки по маршруту Монреаль-Торонто. Все, пожалуйста. Короче, грубо говоря, они тоже могут вам помочь. Можете к ним обратиться. Это огромный разворот в газете. Я его сфоткал, немножко контактные данные убрал и выложил вам. Едем дальше. Следующее. Компания, связанная со строительством, требуется мастер по установке металлочерепицы, а также помощник мастера установки металлочерепицы. Вот вы видите сейчас на экране. В общем, почему бы и не обратиться. Просто попробовать заслать им свое резюме. Ничего страшного от этого не будет. Но ответят они вам, что им нужны сотрудники только в Канаде, либо им еще нужны сотрудники с другим опытом работы. Ничего страшного не вижу. Поэтому можно обратиться. Знаете, как говорят, за спрос не спрашивают. Вот. И не платишь ты за спрос. Поэтому почему бы и не попробовать. Едем дальше. Следующая вакансия. Срочно требуется помощник для чистки вентиляционных труб. Возможность незамедлительно приступить к работе. Почасовая оплата 16-17 долларов в час с пересмотром через 3-4 недели. Можно без опыта работы, всему научим. Разговор на английский обязательный. Это к вопросу о том, что к русскому языку, у вас все-таки должен быть английский язык, ребят. Вы должны разговаривать на английском. Едем дальше. Следующее. Требуются водители-грузчики в мувинг-компанию на фулл-тайм. Оплата 20 долларов в час. Действительные права, бла-бла-бла, чистая история, вождение, опыт работы, знания английского приветствуются. Но не обязательно. Мне очень нравится, что английский язык приветствуется, но он не обязателен. В Канаде потрясающе. Я обожаю наших на территории Канады. Это потрясающе. Поехали дальше. Следующее. Успешная оконная компания ищет установщика окон на постоянную основу. Минимальный опыт работы. Три года. Наличие трака. Ну, водителей. Ну, короче, типа, куча перевозит инструментов. Полная заименность и достойная заработная плата. Умение работать в команде. Вот такой тоже вариант я нашел. Ну, и последний на сегодня вариант, ребят. В компанию на постоянную работу требуется лицензированный электрик. Да, заметьте, ребят, некоторые пишут лицензированный электрик. Некоторые пишут либо лицензированный электрик, либо помощник электрика. Как мы уже говорили о том, каким образом обойти слово лицензированный при устраивстве на работу. Некоторые все-таки просят себе именно лицензированных. А некоторые говорят, нам нужны просто помощники электриков. Так вот, оплата от 20 до 30 долларов в час, машина обязательно, нужно позвонить Игорю. Вот вам такой вариант тоже есть. Опять же, многие скажут, так это же просто на территории Торонто, надо звонить, т.д. и т.п. Много вакансий, которые именно не только на территории Торонто, во-первых, а во-вторых, они не по телефону надо звонить. Некоторые компании говорят, присылайте резюме и дают почту. В такие компании я вам стараюсь советовать присылать резюме. Ну, конечно, надо еще искать работу со знанием русского языка, как я вас учил, а также работу с припиской LMAE, оценка рынка труда, как я вас учил. Вот, теперь давайте разберемся с последним вопросом, как вам искать эту работу. Я сейчас вот перехожу на монитор, вы сейчас увидите, как это делается. В общем, как-то так. Когда вы зашли по ссылке в описании, которую я указал, вы попали на сайт именно газеты, да, и здесь в архиве есть все отсканированные газеты, о которых я говорил. То есть и та газета, где моя статья, и просто другие любые газеты. И вы можете спокойно каждую газету посмотреть, нажав. Вот, смотрите, вы можете ее скачать, а можете просто посмотреть. И самое интересное для вас, что вы здесь можете посмотреть не только какие-то статьи интересные, но также можете дойти до раздела, где как раз про работу. Я, конечно, не буду его сейчас показывать, потому что там есть номера телефонов и тому подобное, но вот тут вот где-то, да, там на странице предпоследней всегда есть информация по поиску работы. То есть кто-то ищет работу, пишет туда, кто-то предлагает вакансии, тоже туда пишет. Поэтому, грубо говоря, ребят, у вас есть неискончаемое количество всякой информации, куда вы можете отправить свое резюме. Смотрите, это только за 2021 год вот столько вот газет вышло. А если мы берем 2020 год, так это вообще кошмар. В общем, пользуйтесь, ребяточки. Вот, дорогие друзья, вы теперь понимаете, как вы можете скачать газету, как вы можете ее просто просмотреть, а также найти себе информацию для поиска работы. Это очень интересно. Кстати, там очень много интересной информации и новостного характера про Канаду на русском языке, в частности, про Great Toronto Area и про Торонто в данном случае, потому что это газета торонтовская. Вот. Рекомендую тоже ознакомиться, там много интересного вы можете почитать. Также есть там моя статья. Не каждый, блин, блогер печатается в новостных газетах. И я крутой. Ладно, это я прикалываюсь, если честно, вы же прекрасно понимаете. Вот, дорогие друзья, в общем, на сегодня все. В ссылках в описании я оставляю ссылку, на которую я ссылаюсь в данном ролике. Обязательно заходите, смотрите. До скорого, пока. Субтитры сделал DimaTorzok